Все мы почти ежедневно переходим улицу. Многие пользуются общественным транспортом, катаются на велосипеде. Поэтому знание правил дорожного движения просто необходимо. В преддверии весенних каникул сотрудники госавтоинспекции еще раз обратились к родителям. Поэтому сегодня или перед началом каникул еще раз побеседуйте с вашими детьми о правилах дорожного движения, а именно правила перехода проезжей части дороги. При переходе к проезжей части дороги, сказать им обязательно, чтобы они сняли свои капюшоны, потому что он закрывает обзорность приезжающего транспорта. А также этот бич наш повсеместный на всей России, это наушники, которые они используют при движении по пешеходному переходу. Автомобиль в среднем движется по городу со скоростью 12-15 метров в секунду, а пешеход – полтора метра в секунду. И если вы начнете переходить дорогу, не глядя по сторонам, да еще вне зоны перехода на большом расстоянии от мчащейся машины, то беда почти неизбежна. Изучайте и строго выполняйте правила дорожного движения. В том время суток, чтобы у вас был, вы обязаны иметь по себе все отражающие элементы. Все отражающие, да. Спасибо. Хоть и у нас приоритет вроде как был у пешеходов, но все равно нужно убедиться, что машина пропускает. Наушники, купюшоны снимать? Обязательно. Простые правила для того, чтобы избежать опасности. Итак, убедитесь, что транспорт проехал и дорога пуста. Дорогу можно переходить только в строго установленных местах, на регулируемых пешеходных переходах, в местах установки светофоров, на пешеходных переходах, обозначенных дорожными знаками и разметкой. Если на перекрестке нет светофора, следует задержаться на тротуаре и посмотреть сначала налево, дойдя до середины дороги, потом посмотреть направо и пересекать дорогу лишь в том случае, если поблизости нет машин. На светофоре переходить улицу только на зеленый сигнал и при движении по краю проезжей части идти нужно навстречу движению транспортных средств.